Издательство 1С Паблишинг Иван Щукин Путь чести Пролог Дядя, что тут вообще происходит? Вопрос княгини вывел боярина Соболя из задумчивости. Он перестал сверлить взглядом двери в тронный зал, через который пару минут назад вышел злой и недовольный боярин Каганов, и посмотрел на племянницу. Что именно, Сабля? Да вообще все, вспылила Соблеслава. Мне кажется, что бояре в моем княжестве все как один спятили. Как вообще можно было до такого довести? Так ты же сама устроил очную ставку Каганову и Демину, пожал плечами Соболь. Чему теперь удивляться? Чему? Чуть ли не зарычала молодая княгиня. Да всему, дядя. Я не устраивала, как ты говоришь, никаких ставок. Я пыталась дать им возможность решить дело миром. Точнее, я дала такую возможность боярину Михаилу. Ему нужно было просто послать Каганова куда подальше, и все. Любой бы боярин так и сделал. Я ясно показала, что в данном конфликте на стороне Деминах, а в итоге состоялся этот поединок. Поединок между третиранговым бойцом и парнишкой совсем без ранга. Дядя, ты только вдумайся, как глупо это звучит. Ну, невнятно протянул боярин, но ничего не ответил. Вот именно что, ну, и что из этого вышло? Михаил Васильевич, вместо того, чтобы отказаться от вызова для своего родича, дал согласие. Этот самый третиранговый боец проиграл, да еще и лишился руки. А теперь боярин Каганов, этот узкоглазый безумец, требует у меня голову Маркуса. Как так-то? Сабля, нахмурился Соболь, следи за словами, нахваталась по своим заграницам. Ой, дядя, не начинай, отмахнулась девушка. Лучше ответь на мой вопрос. И вообще, почему этому малолетнему идиоту не приживили руку обратно? О, а вот тут как раз интересно получается, оживился ее собеседник. Удар, который нанес Маркус в конце поединка, был слишком уж необычным. Целители утверждают, что это была случайность. Но я тут немного попрактиковался с мечом и попробовал повторить. И что, заинтересовалась княгиня? Понимаешь, сабля, принялся объяснять боярин. На первый взгляд все действительно выглядит как случайность. И бояричу Каганову просто не повезло. Меч Демина при ударе столкнулся с костью и пошел вдоль нее, из-за чего приживление руки и оказалось невозможным. Целители лишь руками разводят, но... Я когда-то слышал про такой прием. От своего учителя мечного боя. И решил попробовать повторить на тренажерах. Получилось? А как же, довольно хмыкнул Соболь. Но тут же нахмурился. Раза с пятисотого. И это у меня, у признанного мастера меча. Там при столкновении клинка с костью нужно особым образом вывернуть меч. Очень сложно, но не невозможно. Вот мне теперь и интересно, откуда у молодого Демина, который никогда не отличался боевыми качествами, такие навыки? Так может, все же случайность? Задумчиво спросила Соблеслава. Возможно, но всяко странно получается. Да и скорость, на которой Маркус работал, удивляет. Но тут могут быть артефакты виноваты. Это что же, получается молодой Демин, великолепный мечник? Да не, после недолгих раздумий ответил Соболь. Скорее, все же случайность. Но все равно очень это все интересно. Не спорю, согласилась княгиня. Но я все же не понимаю, почему Михаил Васильевич согласился на этот поединок. Ведь Маркус легко мог погибнуть. Я думаю, Сабля, что боярин Демин именно этого и добивался. Видимо, старому дураку не дает покоя то, что Маркус все еще член рода. Да еще и номинальный глава младшей ветви. Да и вообще все у этих Деминах через одно место. Мне доложили, что сегодня ночью в их поселке был бой. Непродолжительный, но с участием как минимум двух богатырей. Да ты что? Удивилась Сабля. Это же... Вот-вот, кивнул Соболь. Это странно и непонятно. К сожалению, более подробной информации у меня нет. Их служба безопасности не зря ест свой хлеб. Но я не удивлюсь, если и в этом инциденте отчасти есть вина Маркуса. Уж не думаешь ли ты? Да нет, отрицательно покачал головой боярин. Сам парень до сих пор не пришел в себя после ранения и лежит в их родовом госпитале. Но вот Иван Васильевич рано утром покинул территорию княжества и отправился в сторону столицы. На несколько минут в помещении повисло молчание. Каждый из собеседников думал о чем-то своем. Но, наконец, Соблеслава встряхнула головой, словно выгоняя из нее все лишние мысли, и взмахнула рукой. Ладно, будет больше информации, будем думать. Ответь мне на другой вопрос, дядя. Ты узнал, в чем причина такой ненависти боярича Каганова? А как же, весело хмыкнул Соболь, в тебе. Чего? Помнишь свой приказ касательно неких девиц и Маркуса Демина? И? Вот в одну из этих девиц, в боярушню Синицыну, и втрескался младший Каганов. Да только она ему взаимностью не отвечала. А недавно, когда боярич в очередной раз пытался достучаться до ее сердца, вспылила и заявила ему, что выйдет замуж за Маркуса. А заживет, как у Макоши за пазухой. А этот малолетний идиот не нашел ничего лучше, чем унизить своего соперника на глазах у всей гимназии. И получилось то, что получилось. Боярич остался без руки. Его отец требует голову Маркуса Демина, а сам Маркус в госпитале и вряд ли вообще понимает, что к чему. Да уж, как-то устало вздохнула княгиня, а затем неожиданно спросила, а может избавимся совсем от этих Кагановых, дядя? Вот честное слово, будто они не мои бояре, а враги засланные. Столько проблем доставили. Избавиться, конечно, можно, Соболь сделал вид, что всерьез задумался над словами племянницы. Да у их рода есть нужные нам связи в степи. Ох, да у кого только этих связей нет, еще раз вздохнула Соболеслава. Ладно, пусть живут пока. А кстати, что там вообще с моим поручением? Ну, по поводу Маркуса есть успехи? Клюнул он на какую девицу? Да как сказать, пожал плечами боярин. Особых результатов нет. Но, насколько мне известно, представительницы многих наших боярских родов над этим работают. А что они вообще говорят по поводу Демина? Что говорят? Соболь достал из кармана небольшой блокнот, перелистнул несколько страниц, нашел нужную и с улыбкой зачитал. Глуп, невежлив, не видит ничего дальше собственного носа, невероятно похотлив, любит пирожки. Пирожки? Удивилась княгиня. Именно так доложила одна из девиц, рассмеялся боярин. Вот оно как, задумчиво протянула Соболеслава. Знаешь что, дядя, а организуй-ка Маркусу приглашение на прием в честь открытия университета. Хочу познакомиться с ним лично. «Из-за пирожков?» С сарказмом в голосе спросил Соболь. «Да при чем тут пирожки?» Не поддержала веселье княгиня. «Слишком уж часто в последнее время я слышу его имя, и нужно решить, что с ним делать. Хорошо, я распоряжусь. И знаешь, впиши в приглашение имена его друзей как сопровождающих. У него же ведь есть друзья? Ну вот и отлично. Это должно немного поднять парню авторитет. Авось пригодится». «Это все?» Сделав нужные пометки, в блокноте поинтересовался Соболь. «Да», — кивнула Соболеслава, но тут же вскинулась и добавила. «И вели на приеме подать ему пирожки, раз уж он их так любит». Продолжение следует. Продолжение следует...